Марина, а ты ему не подчиняешься. Возможно, я для тебя открытие сделаю, что ты не подчиняешься руководителю. Руководитель может управлять только продуктом твоего труда, а не тобой. Ты пошла к нему зачем? Потому что он может реализовать продукт твоего труда и тебе оплатить деньги. Правильно? Ну, в принципе, да. Он тобой руководить не может, он руководит твоим продуктом. И люди до сих пор не понимают, как происходят эти служебные рабочие отношения. А ты думаешь, что он не должен тобой руководить. То есть ты должна произвести определенный продукт определенного качества определенного количества. Понимаешь? Тогда ты востребованный сотрудник. Так? Если ты этого не делаешь, значит, ты не соответствуешь служебному положению. Тебя надо либо наказать, либо уволить или так далее. То есть руководителю от тебя нужен только продукт, который ты производишь. Не ты. Он не душеприказчик. Только когда и руководитель согласен, и сотрудник согласен, происходит то, о чем ты говоришь. Душеприказчество. То есть ты ему как бы подчиняешься. Это когда обе стороны согласен. А я вот не согласен. Понимаешь? Я вот на стройке работал. Претензий есть к моей работе? Нет. К скорости, к качеству нет. Тогда будьте добры, оплачивать в таком объеме. У остальных дешевле. Я говорю, работайте с остальными. Я с вами работаю, пока вы продаете мой продукт, пока вы находите мне сбыт. Привет, Марин. Все, понимаешь? Я руководитель говорю, это ты на меня работаешь, а не я на тебя. Ты продаешь мой продукт. Потому что мне тяжело с реализацией с рынком. А ты вкладываешься в рекламу. Ты же директор строительной компании. Вот это все ты вкладываешься. Это твои задачи. Моя задача произвести качественный продукт. Я знаю, что я это сделаю. Если не ты, я другого руководителя выберу, который качественно это делает. И вот такую цену я готов тебе платить. Я готов руководителю платить вот такие деньги из того продукта, который я предложу. Я могу и сам его продать, но для этого нужны вложения, которых у меня, допустим, нет или я не хочу их вкладывать. Поэтому я нахожу руководителя компании, который и так этим занимается. Без меня он голодный, то есть он должен продать мой продукт. Если у него моего продукта не будет, его компания ничего продать не может. Просто нет, я не про это, я про то, что ты сформулировал как. Я не могу подчиняться ребенку, а ты ему и не подчиняешься. Если ты так формулируешь, значит, твой выбор подчиняться этому ребенку. Значит, у тебя внутри противоречия. Ты подчиняешься, но ты не хочешь. Инверсионально ты себя выматываешь вот в этом состоянии.